Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Одна из десяти заповедей «Не сотвори себе кумира». Так почему в церкви люди молятся на иконы святых? Но ответ очень простой, потому что это не кумиры, и люди их себе не сотворили. Тут нам уместно к этой ветхозаветной заповеди обратиться, что же считает ее автор. Автор, ну даже можно сказать не автор, а тот избранник Божий, который вот эту ветхозаветную заповедь «Не сотвори себе кумира» принес людям. Как он относится к ее толкованию? Потому что можно сказать, ой, там протестанты толкуют вот так, а православные так. Давайте разберемся с версией пророка Моисея. Что нам говорит Библия? Что нам говорит сам пророк, который дал эту заповедь Божию. «Не сотвори себе кумира». Чуть позже Господь дает пророку Моисея указания, и точно так же, как пророк Моисей сказал заповедь «Не сотвори себе кумира», взятую от Господа, точно так же пророк Моисей берет от Господа уточнение, толкование этой заповеди и передает, что нужно сделать. Прочитаем книгу Искотт, 25 главу, 18 стих. «И сделай из золота двух херувимов чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки». Как мы видим, Господь точно так же повелевает сделать херувимов изображения. Причем эти изображения не абстрактны. Если дальше вы прочтете последующие стихи, то вы убедитесь, что там говорится о лицах, как они повернуты, то есть в такие мелкие технические детали, которые... Почему эта инструкция сохранилась? Ну, для того, чтобы... Когда сатана, входящий в сердце человека, пытается исказить библейский текст, прикрываясь почитанием порой даже Библии, чтобы истинный христианин, который любит Библию, на эту уловку не поддался. Господь предусмотрел все уловки дьявола, он их сокрушает заранее, еще сатана их не придумал, а Господь их уже все библейским текстом сокрушил. Господь сразу показывает, что почитать кумиров нельзя, идолов почитать нельзя, как говорит апостол Павел в послании Коринфянам, идол — это ничто. Да, вот нельзя ничего себе придумывать. Мы почитаем только Бога. Бога, кроме того, мы почитаем Бога и его реальность воплощения. Человек, который отвергает изображение Божие, он отвергает реальность воплощения Божия. Потому что, да, вот как помните слова апостола Павла, «Бога не видел никто никогда, единородный Сын Отчий, тот явил». И апостол Павел говорит о воплощении Христа, и раз Христос воплотился, то мы можем его изобразить. И это наше свидетельство, это наша подпись. Мы живем по Библии, мы, как Господь в Библии нам повестил, так мы и поступаем. Мы смотрим дальше и как раз смотрим иконы святых. Да, Господь берет и делает нас наследниками своего небесного царства. Господь призывает нас стать таким, как Он. Возьми свой крест и иди за Мною. Мы признаем, что первородный грех побежден, что Господь умер не зря, что человек может стать Богом, что человек может достигнуть Абожие. Кто может наследовать Царство Небесное? Только Сын Царя Небесного. Могут ли люди наследовать Царя Небесного? Только если они усыновятся Царю Небесному, Богу. Кто Царь Небесный? Бог ли Он? Конечно. Бог Господь Иисус Христос. Бог Слова. Господь наш Иисус Христос призывает нас стать таким же, как Он. И мы поэтому, когда изображаем святых, мы не только благовествуем то, что Господь воплотился, но мы и благовествуем, что Господь умер на кресте не зря. А каждый человек, который отвергает изображение святых, он говорит, «О, Господи, не нужна мне Твоя жертва. Я не собираюсь божества Твоего достигать. Я лучше здесь останусь, в кознях сатаны». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok